Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Недавно в наших новостных выпусках мы сообщали о том, что закрытое акционерное общество струнной технологии приобрело новые производственные площади, которые наполняются высокотехнологичным современным оборудованием и высококвалифицированным персоналом, готовясь таким образом к мелкосерийному производству. В сегодняшнем репортаже мы продолжим разговор на эту тему. Здравствуйте, Дмитрий. Совсем недавно мы виделись с вами в Экотехнопарке. Здесь мы находимся на производстве, которое тоже является средой вашего обитания. Я вижу, на вашем участке появилось новое оборудование. Вот это машина, которую сейчас явно в цвета фирменный SkyWay снаряжают. Этот автомобиль – это автомобиль техпомощи, техсопровождения. Все работы, которые мы проводим по испытанию, по обслуживанию подвижного состава в Экотехнопарке, этот автомобиль помогает осуществлять. Он оборудован полностью независимым энергообеспечением, инструментом. Перевозим необходимое диагностическое оборудование. Также кабина увеличенная. Пять человек может переезжать сразу. Оборудовано внутри места для работы на компьютере оператора. Наверху специально сделана площадка, с которой есть доступ тоже к высоким подвешенным объектам, к примеру, Юнибус. Это все автомобиль помогает осуществлять в нашей работе. Если я правильно понимаю, в случае, если в Белоруссии будут адресные проекты первые, вот в Могилеве вроде намечается, с помощью этого автомобиля мы сможем, если возникнут почечаяние, какие-либо проблемы, оперативно пребывать на место происшествия и также оперативно эти все возникшие проблемы решать. Безусловно, специалисты выезжают, все оборудование берут с собой и необходимые задачи, я думаю, с помощью этого автомобиля мы оперативно все закроем. Как я понимаю, здесь также отрабатываются варианты решения внештатных ситуаций, также и в случае каких-то адресных проектов за рубежом, где все необходимые мероприятия, протоколы будут отработаны, и этот опыт будет использоваться в проектах, допустим, в Индии, что кажется наиболее перспективным вариантом сейчас. Ну, конечно, иметь автомобиль технического сопровождения и техпомощи необходимо в любой развитой структуре. То есть этот опыт может повториться, конечно, в любом месте. Спасибо большое, успехов Вам в Вашей такой нужной работе. Добрый день, Дмитрий. Расскажите, пожалуйста, и мне, и всем нашим зрителям, партнерам, что же это за устройство, которое мы здесь видим? Здесь мы можем наблюдать в данный момент монтаж и пустоналочные работы установки лазерно-резки металла. То есть это станок для раскроя листового металла. Он нам позволит отказаться от кооперации при его запуске. И мы сможем кроить углеродистую сталь до 10 мм, алюминий его сплаву до 8 мм, нержавейку до 3 мм и еще некоторые виды пластика. В дополнение к этому станку скоро к нам приедет, наверное, в августе уже, листогиб, также с ЧПУ. И вот эти два станка, они закроют полностью детали из того металла, то есть кронштейны всевозможные, которых у нас очень много в Юнибусе, в Юникаре, неважно, в любом объекте. До этого 100% что касается раскроя металла уходило на кооперацию. И это деньги, это время, сроки. И теперь мы можем только на себя рассчитывать и сами строить планы, графики. Станок позволяет работать непрерывно 2-4 часа в сутки. Что с кадрами? Есть ли у нас люди, которые способны работать на станке? Станок с ЧПУ – это сложное устройство, насколько я понимаю. Несомненно, есть кадры. Через неделю к нам приходит на работу оператор вазерного станка. И также придет технолог, который будет писать программы для обработки металла. Дмитрий, мне кажется, это не единственное ваше приобретение. Покажите, пожалуйста, что еще нового появилось. Расскажите, а что это за оборудование? Как я понимаю, на вашем участке в основном все станки только устанавливаются, и работа предполагается только в будущем. Профиль – гибочный станок. Он нужен для того, чтобы гнуть профиля и трубы, которых у нас очень много. Это детали каркаса в основном. Можем, например, взять юникард, у которого бока имеют изогнутую форму. Соответственно, каркас Воскоскоростного транспортного средства также имеет такую оболочку. Поэтому это очень полезная вещь, и буквально на днях мы будем его запускать в работу. Вот. То есть, как я понимаю… Станок с программным управлением. Как я понимаю, поскольку на днях уже запускается, то есть и с кадрами все решено, и фронт работ ему обеспечен. Конечно, фронт работ обеспечен, с кадрами все хорошо у нас. Опять же, все детали, которые шли на кооперацию, касаемо гнутья, теперь будут у нас уже оставаться здесь. Что сэкономит нам и время, и деньги. Все оборудование, которое сейчас закупается, оно позволит нам снизить себестоимость. Это несомненно. И это правильное направление. То есть, оборудование свое всегда позволит сэкономить достаточное количество средств. Спасибо большое. Успехов вам. Спасибо вам. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, присоединяйтесь к успеху. Строй SkyWay. Спасай планету. Строй SkyWay. Строй SkyWay. Строй SkyWay. Строй SkyWay. Строй SkyWay. Строй SkyWay.